Так, 9 лет назад был убит критик путинского режима Борис Немцов. Борис Немцов говорит о войне с Украиной 8 лет тому назад, в 2013 году. Я убежден, что правдивая информация о положении ребят военных, которые там служат, которые там воюют, которые там погибают, перевернула бы общественное мнение буквально за несколько дней. Борис, ну часть из них идет туда абсолютно сознательно, с готовностью убивать бывший братский народ, да, во имя каких-то целей. Люди открыто говорят, не было работы, хотел заработать, пошел в контрактники, сознательно, так сказать, поехал на Украину. Во-первых, большое количество оболванинах у нас в стране возникло благодаря работе Останкинской телевышки. Я все-таки думаю, что ложь и замалчивание правды – это главная причина, почему русские люди поддерживают Путина. Все, что можно было сделать, чтобы Украину сделать врагом, Путин уже сделал. Все, что можно было сделать, чтобы Украина побежала в НАТО, Путин уже сделал. Все, что можно было сделать, чтобы Украина никогда не вступала в таможенный союз, Путин уже сделал. Вообще все те цели, которые он ставил, внеблоковый статус, таможенный союз, эти все цели полностью провалены его же политик. Почему воюет, кстати, тоже более-менее понятно. Первое. Все действия, которые он совершает, как внутри страны, так и за пределами, направлены для реализации главнейшей цели его. Это удержание власти любой ценой. Теперь уже пожизненное удержание, потому что он совершил преступление, отправив туда регулярные части. Второе. Надо понимать, что он мстит Украине за антикриминальную революцию, которая там случилась. И он мстит украинцам для того, чтобы доказать русским, что такой способ свержения проворовавшегося, опостылившего диктатора, или даже не диктатора, неважно, просто надоевшего коррупционера, абсолютно неприемлем. Еще одна причина, почему он воюет с Украиной, состоит в том, что он видит огромную угрозу в европейском выборе Украины. Это угроза путинизма, угроза его власти. Потому что европейский выбор – это демократия, это прямые выборы, это сменяемость власти, это торжество закона и так далее и тому подобное. Это все противоречит вектору на единоличную власть, на полицейщину, на бесправие, произвол и коррупцию. Поэтому успех Украины на европейском пути – это, конечно, катастрофа для Путина. И это шанс для свободной России, собственно, повторить этот самый украинский путь. Хочется создать марионеточное государство, которое он называет Новороссией. Вот сейчас пока плацдарм занят, это Луганский и Донецк. Дальше вторая задача – это попытаться прорваться, собственно, к Крыму. Для этого, собственно, они готовятся к штурму Мариуполя. И они Новоазов как раз захватили на днях. Кроме того, им еще нужно Херсон и Запорожье. Там, я думаю, будут большие проблемы. Никакие санкции войну остановить не могут. А вот Ходорковский заговорил о Замостоке. А вот народ, вышедший на улицу, может остановить войну. А выход из тупика Путину можете предложить? Времени, правда, мало. Выход из тупика Путину предложить очень просто. Вывести все войска, сесть с Порошенко за стол в переговорах и договориться о мире. О мире сотрудничества и партнерства. Вот, собственно, какой выход из тупика. Я за то, чтобы прекратить воевать с соседями, я за то, чтобы заключить мир с Украиной, перестать угрожать Казахстану, не трогать даже Лукашенко, чтобы вокруг нас был мир и покой, чтобы мы занимались школами, больницами, дорогами, пенсионерами, чтобы мы занимались наукой, культурой и образованием. Я за это. Это пятая колонна сейчас называется, да? Ну, набазировал, конечно, жестко. И добавить нечего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!